Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хочу вам показать, тут как раз представился случай, наш можжевельник заболел, а его поразили вредители. Вредители скрытно живущие, то есть очень мелкие. Вероятно, всего это щитовка, так как, видите, побеги редуцированные. Сейчас я покажу здоровый. Видите, на здоровом можжевельнике побеги длинные, не укороченные. То есть он отлично растет. Здесь же у нас побеги редуцированные. То есть сам можжевельник, видите, побеги очень такие коротенькие. Вредитель садится на чешуйки. Это может быть клещ, это может быть хермес, это может быть щитовка. Мы его уже обработали, этот можжевельник. Обрабатывается он, в нашем случае мы обработали баковой смесью. То есть мы смешали препараты, которые против клеща действуют. Акарициды, это инвидор в данном случае. Также мы применили Актелик и также мы применили Энжио, который состоит из двух. Контактного действия и системного действия препаратов. Посмотрим на результат. Через некоторое время начнет он восстанавливаться или нет. Но если вы видите у себя на участке, на можжевельнике, вот такие признаки, и это значит, что его поразил какой-либо сосущий вредитель. Это может быть клещ, хермес, тля или щитовка. Так как они очень мелкие, их очень трудно идентифицировать. Это, как правило, делается под микроскопом. И уже тогда вы точно сможете определить. Для того, чтобы не угадывать, кто, мы просто делаем баковую смесь, обрабатываем полностью наш можжевельник и ждем результатов. Желаю вам не иметь таких вредителей на участке, чтобы ваш можжевельник рос отлично, развивался, радовал глаз. Если у вас есть какие-то вопросы после моего видео, то пишите их в комментариях. Буду рад на все их ответить. До новых встреч!